Армянам в Россию нельзя. В чем причина такого подхода? Этим вопросом задаются в армянском обществе. Накануне стало известно, что въезд в Россию воздушным путем разрешен для всех граждан стран-членов ЕАЭС, кроме Армении. И это в то время, как в Армянской Республике проходят ежедневные акции протеста с требованием выезда в Российскую Федерацию. Согласно договору о ЕАЭС, все правила должны быть общими и однозначно распространяться на граждан всех государств. Но жизнь показывает, что бывают исключения. Я не знаю, почему во многих случаях под это исключение попадают граждане Армении. Правового ответа на этот вопрос нет. В любом случае, я считаю, что это грубое нарушение учредительного договора ЕАЭС. Изначально в Армении связали такое решение российского правительства с ситуацией вокруг коронавируса. Но и тут нестыковка. В Москве регулярно заявляют, что всё находится под контролем. А мигранты для экономики России, согласно заявлениям её властей, необходимы. Пусть руководство договорится с Россией, откроют границы. Мы не игрушки в руках властей. Здесь нарушают наши права. Нас ничем не обеспечивают. Я не хочу здесь оставаться. Я гражданка России. Мы уже подготовили спальные мешки. Будем спать на улице. Будем голодать, пока нам не ответят. Из-за бездействия руководства страны мы остались без работы. Остались без ничего. Работа армянскому населению крайне необходима. Внутри самой страны её просто нет. Граждане подчёркивают. Официальный Ереван поставил их в фактически безвыходное положение. Акции протеста в Армении будут продолжаться. 8 октября там состоится общереспубликанский митинг против политики нынешнего руководства.